Таня, привет! Олечка, привет! Очень рада тебя у себя в гостях встречать. Спасибо огромное за приглашение. Я сразу хочу сказать, что это редкие съемки в другой стране. Давай сразу скажем, где мы, в какой квартире? Мы находимся в Верхней Австрии, в городе Линц. Это съемная квартира, есть дешево одна. Здесь 58 квадратных метров, дом очень старый, 1942 года. Эти дома строили по приказу Гитлера для работников Столиварного завода. Страна вооружалась и им нужно было где-то жить. Если бы он знал, кто сейчас живет в этих домах, он бы, наверное, постоянно переворачивался там, где он сейчас находится. Хочется сказать, что мы решили снять этот ролик в поддержку всех тех, кто сейчас переживает тяжелые эмоциональные времена. Мы хотим сместить фокус внимания внутрь квартиры каждого, потому что дом это наш ресурс. И хотим дать возможность людям отвлечься и подумать о чем-то хорошем, земном. Да, дом это место силы. Давай посмотрим сразу кухню. Это так называемые гитлеровки. То, что в России называют сталинками, здесь их называют гитлеровские хибары. Это старый фонд и у него есть тоже свой шарм. А кухня довольно-таки большая, как я поняла. Здесь была произведена перепланировка. Квартира съемная и это как раз арендное жилье. То есть есть строительные кооперативы, которые содержат старые здания, но строят новые. И тем самым постоянно сдаются новые квартиры, строятся новые дома. И здесь можно жить. Вот пока живешь, никто тебя отсюда не выгонит. И довольно-таки приемлемые цены. У нас, получается, ролик сегодня будет про то, как бюджетно обустроить свою квартиру. Да? Потому что ты не вкладывалась. Я вкладывалась. Но вкладывалась, можно сказать, по минимуму. Потому что я знала, что это жилье съемное. Оно не навсегда, грубо говоря. Но в то же время живу я сейчас. Хочется, конечно же, чтобы, приходя домой, тебя встречал уют, тебя встречала красота. И я постаралась максимум выжать из того, что может предложить съемное жилье. Супер. Давай посмотрим кухню. Три моих самых любимых решения. Одно из них – это обои. Прекрасные. То есть как будто я очень хотела плитку. Причем я хотела плитку такую вот с орнаментами, с восточными. И нашла в магазине Оби вот эти замечательные обои. Они моются. Они виниловые. Они очень плотные. Класс. И когда я пришла в магазин Оби и спросила, как приклеить обои к рабочей поверхности. То есть за обоями как раз та же самая рабочая поверхность, что и здесь. Темного коричневого цвета. Они меня спросили, что вы хотите сделать. Вот. И просто размешала клей погуще. И сделала эксперимент. Но держится до сих пор. Держится уже год. Слава Богу. Супер. Следующее любимое решение – это вот это вот самое чугунное произведение искусств. А на самом деле это облицовка для камина. Я ее купила с рук. У нас здесь есть такое приложение. Это как в России Юла. У нас есть, оно называется Вильхабен. И я думала себе сделать в зале камин. И когда принесла эту домой, увидела, что он зрительно сжирает полкомнаты. И решила его определить на кухню. И вот, пожалуйста. И очень хорошо смотрится. Потом появилась вот эта вот часть. Потом появилась доска для мела. Голова. Мне нравится, что у тебя квартира не выглядит как спинтерест. То есть видно, что ты использовала разные находки, магазины, может быть, нетипичные для ремонта кухни. Чтобы получилось уютно. И оно за счет этого очень необычно и интересно выглядит. Я плясала с того, что уже было в квартире. Когда я заехала в квартиру, тут была уже частично мебель. И я часть ее просто выкупила. Стояла вот эта вот кухня. Не было комода вот этого. И я его купила тоже с рук на Вильхабен. Искала именно такого цвета. Наверное, три дня искала. Чтобы были белые фасады и темный верх. Пришлось открутить ножки. И оно выглядит как будто бы оно принадлежит к самой кухне. Затем был холодильник. Был стол с вот этими вот, как называть, кушетками. И самое главное, что бывший квартиросъемщик, он отгородил часть огромной кухни и сделал из нее кладовку. И это такое замечательное решение. Она метр сорок на метр сорок. И туда влезает буквально все. Это маленькая нарния. Она, получается, у тебя не только для кухни. Это все подряд. Ага. Прикольно. Все. И чайник, и соленье. Это все подряд. Туалетная бумага. И стремянка там стоит. И пылесос. Пылесос. И швабра. Запасы. Сисны. Да. Туда можно очень многое поместить. И остальная часть хранится в подвале. У меня свой личный отсек, где уже стоят всякие некрасивые коробки, лыжи, лыжные ботинки, елочные всякие игрушки. Все равно их раз в год достаю. Зачем это хранить здесь в квартире? Ребята, для того, чтобы не потеряться, я предлагаю вам альтернативные соцсети. Это Телеграм-канал и это аккаунт ВКонтакте, ссылки на которые я оставлю внизу под этим видео на случай блокировки YouTube. Кухня очень дешевые, фасады очень дешевые. Бывший квартиросъемщик не заморачивался. Я подумала, нужно выжать из этого максимум. И как я вышла из ситуации хранения. Здесь у меня всякие сыпучие, распределенные по баночкам сласти. То есть тут у меня все для месли. Здесь у меня стаканы. Здесь уже тарелки, фильтры для кофе, фольга. Я вижу, да, что организация. Смеситель казенный. Очень простой. Он крутится. У него есть два режима. Он не самый дорогой. Он уже был вместе с кухней. Зато есть очень большая вместительная посудомочная машина полноценная. А вот ты поставила шкаф новый, торцом к кухне. Там был какой-то угол, который теперь не открывается? Здесь вот осталась дырочка от ручки. Здесь была ручка. И она лежит там внутри. Я решила пожертвовать вот этой вот дверью. Но за счет этого я получила добавочную поверхность. И тоже хранение. Здесь у меня крупы каши, поваренная книга. Здесь у меня специи. И вся верхняя полка – это кошачьи принадлежности. А в Австрии вообще многие прибегают к такому решению? Те, кто строят дома либо покупают квартиры, где они будут жить долго и счастливо многие годы, как они надеются, вкладывают очень большие деньги в покупку кухни. То есть там другие фасады совершенно, другая техника, намного дороже, намного качественнее. Все на квартирах вообще хорошо, если ты заезжаешь и уже есть кухня. Она может быть такая, что лучше купить новую. Понятно. Но опять же, если ты понимаешь, ты не знаешь, сколько ты проживешь в этой квартире. Если будешь жить всего два года и вложишь 13 тысяч в качественную кухню с техникой, то съезжая, ты можешь продать ее максимум за 4. То есть ты потеряешь деньги. Поэтому здесь тоже все очень бюджетно. Вот тут абсолютно простая смертная микроволновка висит. Без всяких наворотов. Она просто прикручена сзади. Даже в ширину на кронштейне, не подходящей, не по ширине почему, но она хорошо вписывается. Я ее уже не замечаю. Поначалу она мне, конечно же, и глаз колола. Пойдем дальше. Мы сейчас находимся в коридоре. Коридор – это центр моей квартиры. Отсюда можно попасть в ванную, на кухню и в зал. А из зала уже выходит комната. Пойдемте смотреть зал. Мое животное спряталось за шторкой. Второе по-любимости место. Гостиная, у тебя такой интересный рисунок на стенах. Что это ты сама написала? И вообще знаешь, сколько не видела в Европе вариантов, все говорят, нельзя перекрашивать стены, надо их вернуть потом в обратное белое состояние. Как у тебя с этим обстоит? Так и есть. Если это съемная квартира, то вернуть ее нужно в таком же белом состоянии. Если были гвозди, их нужно вынуть, зашпаклевать дырочки. Раньше нужно было обязательно выбелить квартиру и сдать ее в свежем виде сейчас. Это не обязательно. Но факт тот, что если перекрашивать стены вот прям массивно другой цвет, нужно учитывать, что тебе придется потом на несколько слоев перекрашивать их обратно в белый. Поэтому я выбрала решение с обоями. Но вот этот выкрас, он уже был. Сначала мне не понравился цвет. Я подумала, кофейный какой-то. Он мне абсолютно не подходит в мою концепцию. Но потом, когда появился диван синий, и как-то вот все вместе раз и получилось. То есть кофейный цвет немножко золотистый. Этот перекликается с цветом стенки. И как-то он мне перестал мешать. Я просто перевесила картины. И меня это теперь очень устраивает. Я даже подумала, как хорошо, что здесь есть несколько полосок. Во-первых, я бы так красиво сама не сделала. Во-вторых, не нужно придумывать, набивать гвозди и так далее. Потому что дом 42-го года, сюда очень чревато вбивать гвозди. Ты не знаешь, что там за штукатуркой находится. Некоторые стены, там цельный кирпич. И если сверлить и вставлять дюбель, то все будет прекрасно и хорошо. Но некоторые стены начинают высыпаться и прямо отваливаться кусками. Там очень большой слой штукатурки. И когда ты вводишь дюбель и начинаешь закручивать бот, дюбель прокручивается вместе с болтом и образовывается большая дырка. И у нас ровно так же это ремонт вот такого, не назовем его ветхого жилья, старого фонда, когда там под обоями и штукатуркой сюрприз. Там история. Да. То есть дом строился из того, что было в то время доступно. Естественно, в наше время уже регистры материала. Тань, у тебя еще такой диван, знаешь, в нем очень много ярких, сочных красок. Я правильно понимаю, что ковер подсказал? Или ты потом ковер нашла? Или вообще как цвет тут появился? Подсказала на самом деле диван. Потому что заехала я со своим ковром, он тоже был такой как бы персидский. Ну не знаю, это привет из моего детства. У всех были такие ковры разноцветные. Вот. Но когда я пришла в мебельный магазин и увидела диван такого цвета, я просто влюбилась, не смогла спать несколько ночей. И я еще была уверена, что он не влезет туда, он слишком большой. Я поехала домой, измерила. И он тут немножко даже чуть-чуть выпирает за угол. Но с учетом того, что дверь открывается внутрь спальни, он не шоркается. И в принципе это очень хорошее решение. Я купила этот диван, поняла, что к нему вообще ничего не подходит. Продала на Вихабен старый ковер, поехала в этот же мебельный и увидела ковер с голубыми элементами, но также с бордовыми элементами. И потом я очень долго искала черный столик. Но такой, чтобы он был невесомым, это было не так просто. Этот столик, он изначально из икеи. Я даже не могу вспомнить, что это именно за серия, потому что их уже не выпускают. Их можно купить только с рук на платформах для поддержанных вещей. Сейчас мы в нашей стране ищем производителей, которые могут заменить икея. Готовим большой список для того, чтобы можно было поставить в квартиру что-то подобное. И хочется еще здесь сказать, что очень важен цвет. У меня есть практикум по тому, как правильно сочетать цвета в интерьере. Я оставлю все ссылки внизу. Переходите и смотрите. Это очень полезно перед тем, как что-то себе в квартиру покупать. Согласна, Тань? Согласна. Это мой рабочий стол. Знакомьтесь. Так выглядит рабочее место. Аналитика. Мы работаем сейчас из дома. Я работаю в фирме под названием Raiffeisen Software. Мы занимаемся рабочим кабинетом пользователя. Я и моя команда, нас несколько. Хорошо, что здесь уже был стол. Я его тоже выкупила вместе со стенкой. Но он стоял раньше в другом месте. Он сюда прекрасно поместился. Там есть дырочки. Я закрыла вот эта полочка из икеи, кто знает. Вот эта вот часть из блошиного рынка. Купила за 50 центов. Этот сапог от подарка. Это, можно сказать, такая быстрая мусорка. Ну, вообще, вот идея что-нибудь найти на блошином рынке, да, или разглядеть какие-то старые вещи, которые могут обрести новую жизнь, это прям сродни спорта, да? Потому что, когда ты что-то находишь, это прям достижение. Да, я очень люблю блошиные рынки, потому что там ты находишь вещи, которых уже не производят. Допустим, вот как на моей полочке на кухне, там две китайские статуэтки, это вещи с историей. Их уже не производят, их уже нигде нет. И они очень даже могут помочь создать уют, сэкономить деньги и сэкономить мусор, который мы ежедневно выбрасываем просто тоннами. Я за то, чтобы хорошие вещи обретали нового хозяина, а не оказывались в мусорке. Полностью согласны. Мне всегда очень печально смотреть, когда я возле мусорки вижу целые кухонные гарнитуры или шифонер. Да, он старый, да, он некрасивый, но выставь его онлайн, возможно, кто-то придет и бесплатно заберет и вынесет сам с твоей квартиры. Тебе ничего для этого абсолютно не нужно будет делать. Таня, расскажи еще про камин. Камин – это электрический камин, он включается в розетку, у него есть функция отопления, которой я не пользуюсь. И он висит, можно сказать, для красоты. У тебя очень много картин на стенах. Как ты их подбираешь, откуда они берутся? Ну, половина уже была в этой квартире. Мне просто ее оставили, какая есть. И я уже оставляла картины, меняла их местами. Но вот эта картина, это нарисовала тетя моего бывшего мужа, она художник, она и скульптор. Но это репродукция. Оригинал давно уже продан, был быстро продан. И она заказала такую же, в таком же формате. И вот теперь этот тигр висит у меня. Класс. И получились настоящие джунгли. Пойдем дальше, посмотрим спальню. Очень многие задаются вопросом, когда ты раздеваешься в спальне, куда вешать только что снятую одежду. Я ломала над этим голову, думала-думала и придумала. Покупается простая гардина, монтируется на уровне доступности рук. Сюда можно повесить одежду. Вот для наглядности я оставила шорты своего мужчины. Ломала, например. Да. И чтобы она под цвет подходила к основной стене, я тоже тут разделила на две части. Низ сделала черным. Гардина, чтобы она сливалась с черным цветом. И естественно плед от кровати, когда ты его снимаешь и складываешь, тоже вешается сюда. И он не мешается ни под ногами, никаких стульев не нужно ставить. Я считаю, это самое лучшее решение для меня. Это очень крутое решение. Я такого никогда не видела, но это действительно умно. Прям лайк и комментарии людей. Спасибо большое. Еще, кстати, мы разговаривали о блошиных рынках. Вот эта вот замечательная русалка Никса, это тоже с блошиного рынка. А здесь у меня карта желания. Она с 2019 года, ее пора бы уже поменять. И самое интересное, что очень многое осуществилось. Причем не тем способом, которым я думала. Но оно осуществилось. Фокус внимания держится на том, что ты хочешь. И это позитив, который питает тебе энергией каждый день. Всем очень советую. Давай поговорим про быт, про хранение. Потому что вроде бы спальню, да, мы еще не нашли твоего гардероба. В спальне вот тут? Да, мой гардероб, большая часть, хранится в этом шифонере. Он не такой уже большой. Это всего лишь 1,80 м в ширину. Шифонер был изначально тоже темно-коричневого цвета. Я пошла в тот же самый магазин Оби. Купила клейкую пленку и сделала его в стиле морская волна. Ну вот я прям представляю, какой он был темно-коричневый. Он был тоже темно-коричневый. Достался мне от бывшего жильца другой квартиры. Я подумала, я не буду себе покупать шифонер побольше. Потому что как только появляется шифонер побольше, появляется тут же куча вещей, которые просто висят, лежат, хранятся и ты забываешь об их существовании. Здесь у меня полки. Показываю, как есть. Стопками здесь влезает, в принципе, все самое необходимое. Даже белье, которое нужно погладить, ждет внизу в правом нижнем углу. Сейчас не будем на него наводить камеру. Зимняя одежда, если все сложить и использовать капюшон как кармашек, все очень прекрасно влезает. Это тоже две части, которые поставлены одна на другую. Система Calox и комод, по-моему, Brimness. Я использую каждую щелочку и сюда прекрасно влезли все спортивные коврики. Носки, где хранить носки? Очень просто делать вот такой вот узелок. Мне это научил мой бывший муж, за что ему спасибо. Простынки хранятся, которые обычно тоже люди не знают, куда их деть. Здесь у меня все, что касается техники проводов и всего прочего. Ну, тут тоже старые шторы, то, что вдруг пригодится. Угу, даже такое есть. Кровать я тоже покупала на том же самом сайте для поддержанных вещей. Я даже не знаю, из какого это магазина. Это кровать с системой хранения. Тут поднимаются обе части, и там на самом деле целая нарния. А полки это тоже всем давно знакомые из Икеи. У тебя квартира, в принципе, очень похожа на любую квартиру, которую я показывала до этого, которая находится в России. Это потому, что ты русская или это потому, что быт в Австрии по сути ничем не отличается, потому что все мы люди? Я думаю, что, скорее всего, да, потому что я русская и потому что я веселый человек. У меня должно быть дома весело и должно радовать глаз. Австрийские, особенно исторические какие-то здания, гастхаусы, либо квартиры людей, которые они бы устраивали 30 лет назад, они выглядят совсем по-другому. И у меня как бы немножко модерн, немножко сканди. Сканди у нас тоже сейчас вошло в моду. Лофт тоже вошел в моду, но лофт больше, что касается всяких кафе, баров. Вот это лофт. И в домах очень часто видишь сканди, особенно в новостройках. Когда дома либо квартире не больше 10 лет, когда там живут молодые люди, у них выглядит примерно а-ля Икеа. Когда это люди постарше, у них мебель заказанная у столяров, такая качественная, дорогая, вмонтированная, просто на века, неубиваемая. Сейчас время перемен, время движения, и поэтому молодежь выбирает легкие быстрые решения, которые можно как-то перестроить, взять другую квартиру, продать, купить и переехать, быть очень динамичным. Пойдем посмотрим в ванную. И вот в продолжение разговора хочется отметить просто, что у тебя дома сочетание и красивого, и мобильного. Ну то есть не обязательно, чтобы жить хорошо, нужно вложить миллионы. Нужно немножко поразгинуть мозгами и подумать, как свои ресурсы, которые у тебя есть, как их можно использовать и сделать из них еще больше. Как можно из минимум вещей, либо минимум помещения, выжать что-то, чего другой человек бы не догадался. Нужно мыслить решениями, этому я научилась у своей команды, как раз это направление проект менеджмент. Я думаю, возможно это подойдет многим людям в настоящее тяжелое время. Подумать, а что я могу сделать, реально сделать, помочь себе, помочь соседу, поддержать. Как я считаю, наша задача сейчас это выжить, выжить в настоящей обстановке. И это на самом деле не навсегда. И жизнь она идет, и она идет сейчас. Сделайте что-то из ресурсов, которые есть у вас. Энергетические, временные, материальные, физические ресурсы. Вложите их по максимуму. Ребята, для того, чтобы не потеряться, я предлагаю вам альтернативные соцсети. Это Телеграм-канал и это аккаунт ВКонтакте, ссылки на которые я оставлю внизу под этим видео на случай блокировки YouTube. Мне очень нравится полочка над тобой. В маленькой квартире вопрос, куда деть тазики? Я решила поставить как ножа выше и подальше от глаз. Если не поднимать глаза, то ты их не видишь. И опять же, здесь очень много исторических дыр в стенах. То есть, предыдущие жильцы что-то монтировали, что-то замазывали потом. Поэтому я решила сверлить по минимуму. Ты не знаешь, как поведет себя стена. И поэтому самое лучшее решение – это вещи на присосках. У людей на Западе еще есть возможность купить это в Икеа, в других странах. Нет такой возможности, но я уверена, что есть и другие решения на присосках. Отлично. Стиральная машинка у меня очень компактная. Она узкая. Я ее взяла из своей бывшей квартиры. Туда просто полнометражная стиральная машинка не входила. Но для одного человека это более чем достаточно. И я даже думаю, что хорошо экономится очень много места. А где сушить вещи? Сушу вещи я на чердаке. Там целый мир под крышей. Это мы тоже покажем. Там очень много места. Этот шкаф я тоже купила с рук. Свечки все до одной. За исключением двух. С блошиного рынка. Опять же. Пылесос. Всем советую, кто не хочет тратить большие деньги на Dyson, есть прекрасное решение. Это Philips Power Cyclone. У меня восьмой и Max. Довольно. Чего-то там. Да, довольно? Довольно. Довольно. Именно он хорошо, очень хорошо засасывает кошачий наполнитель с полом. Поэтому я очень довольна. Принято. А какие коммунальные платежи за все это удовольствие и сколько примерно стоит аренда? Потому что интересно сравнить. Аренда стоит для Австрии очень немного. Я плачу, как здесь говорят, за холодную квартиру, то есть без отопления и без электроэнергии я плачу 493 евро. И это очень бюджетно для 58 квадратных метров. Чтобы вы понимали, снять такую квартиру в частном порядке стоило бы 700 евро. А что значит в частном порядке? Участников. Если бы это была частная квартира, я бы ее сняла у участника. А так как это арендное жилье, оно принадлежит строительному кооперативу и оно субсидируется правительством. То есть это люди, у которых доход меньше, чем определенная сумма. Они могут подать, встать на очередь на арендное жилье, которое очень бюджетное. Электроэнергия стоит в месяц примерно 35 евро и отопление стоит примерно 60-65. Это снимается со счета ежемесячно. Раз в году приходит человек, снимает показания счетчика и примерно через месяц приходит перерасчет. Либо возвращают тебе деньги, либо ты что-то доплачиваешь. Но опять же они снимают это со счета. То есть не нужно никакие квитации заполнять, ни на какую почту. Все происходит автоматически и ты видишь все цифры. Ну и мы не смотрели твою прихожую, в которой мы сейчас оказались. Давай тоже пару интересных решений, которые здесь есть. Пару интересных решений. Первый из них это очень вместительный шкаф в пенал. В шкафы пеналы влезает тоже очень много. Там хранится вся моя обувь. Зимняя, летняя и тапочки. Это также и зеркало, потому что у меня нет возможности повесить зеркало в коридоре. Здесь оставалось место. Сюда опять же поместилась очень простая вешалка. Я купила вот эту вот ротановую корзину. Это прямо сундучок такой. Здесь у меня хранятся рюкзаки, какие-то большие сумки. Причем этот ротан, он был покрашен предыдущим владельцем просто из пульверизатора, из баллончика. То есть не бойтесь покупать вещи, которые вам не подходят по цвету, но очень подходят по своему функционалу, по своей форме. Потому что вы всегда можете это перекрасить. Если это конечно же не текстиль. Текстиль вы перекрасить уже не можете. Но все вещи, там лампа, рама, картина, можно это все перекрасить. Вот эту кошку я купила на рождественском рынке. Долго ее выбирала, потому что выбор был огромный. И вот такая вот еще одна кошечка у меня живет теперь. Такой кот, значит, из Мастер и Маргарита. Да, да, что-то вроде этого. Это делала опять же тетя моего бывшего мужа. Ее зовут Криста, она скульптор и художник. И вот мне еще перепала пара ее работ. За магнитной стенкой кроется абсолютно нормальный, обыкновенный щиток. А я сейчас не буду это снимать, поверьте, что он там есть. Потому что он мне колол глаз, и я решила его чем-то закрыть, чем-то полезным. Нашлась как раз магнитная доска, и дальше прекрасно, все прекрасно спряталось. Ну и удачно перед входом, знаешь, там вот эти все лишние какие-нибудь бумажки, чеки, которые нельзя пока выкидывать. Да, что нельзя выкидывать, все, что нужно не забыть. Иногда, конечно, я привыкаю к этому, хожу мимо и не замечаю. Потом оно меняется, выкидывается и так далее. Класс. Ну, все как у всех. Ну что, Тань, дашь нам совет? Нет. Мой совет такой. Если вас что-то не устраивает в вашем быту, какой-то предмет перестал исполнять свою функцию, подумайте, как можно его заменить и чем. И, может быть, можно коробочку, которая плохо служит вам как печеница, может быть, ее можно как карандашницу использовать. Берегите нашу природу, берегите нашу землю. Не бойтесь использовать вещи не по назначению. Можно подумать и придумать большое множество каких-то новых способов, где какая-то вещь может пригодиться. Подарите эти вещи другим людям, продайте их и дайте им новую жизнь. Потому что наша планета Земля, она у нас одна. Будем беречь ее кто как может. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok